Время от времени появляются революционные продукты, которые меняют все. И Apple очень повезло. Вообще, если тебе за твою карьеру доведется поработать хотя бы над одним таким продуктом, то ты уже счастлив. Apple повезло больше, потому что она смогла представить миру несколько таких продуктов. В 1984 году мы представили Macintosh. И он не только изменил Apple, он изменил всю компьютерную индустрию. В 2001 году мы представили первый iPod. И он не только изменил то, как мы слушаем музыку, он изменил всю музыкальную индустрию. И сегодня мы собираемся представить три революционных устройства такого класса. Первое – это широкоэкранный iPod с сенсорным управлением. Второе – это революционный мобильный телефон. И третье – это инновационное устройство для доступа в интернет. Итак, три устройства. Сирокоэкранный iPod с сенсорным управлением, революционный мобильный телефон и инновационное устройство для доступа в интернет. iPod. Телефон. Интернет-коммуникатор. Поняли, да? Это не три отдельных устройства. Это одно устройство. И мы называем его iPhone. Сегодня Apple снова изобретает телефон. И он перед вами. Нет, не нравится. Вообще-то, вот он. Но пока я его вам показывать не буду. И для начала я хотел бы поговорить о такой категории продуктов, как смартфоны или умные телефоны. Так их называют. Это, как правило, телефон плюс возможности электронной почты, а также интернет, который на самом деле является недоинтернетом. И все они оборудуются такими маленькими пластиковыми клавиатурами. И главная проблема состоит в том, что не так уж они на самом деле умны. И не так уж они легки в использовании. Если попытаться построить систему координат, в которой одна ось — это интеллектуальность, а вторая — это легкость в использовании, то обычные сотовые телефоны будут где-то внизу, потому что они не так уж и умны и не так уж легки в использовании. Смартфоны, они, конечно, поумнее, но они очень сложны в использовании. Они слишком запутанные, и порой бывает сложно разобраться, как ими вообще пользоваться. Нас ни один из этих вариантов не устраивает. То, что мы хотим сделать, это создать прорывной продукт, который будет намного умнее, чем все доступные на рынке мобильные устройства, и очень легким в использовании. Вот где находится iPhone. Итак, мы собираемся снова изобрести телефон. И начать мы хотим с революционного пользовательского интерфейса. Это результат долгих лет исследований и разработок. И это взаимосвязь аппаратного и программного обеспечения. Итак, зачем же нам понадобился революционный пользовательский интерфейс? Давайте посмотрим. Вот самые популярные сегодня модели смартфонов. Motorola Q, BlackBerry, Palm Trail, Nokia E62. И в чем проблема с их пользовательскими интерфейсами? Главная проблема находится в нижней части корпуса. Это клавиатура, которая находится на своем месте, независимо от того, нужна она нам или не нужна. И у них есть эта кнопка управления, которая закреплена в пластик, является одной и той же для разных приложений. Но различные приложения требуют разного пользовательского интерфейса, слегка оптимизированного набора кнопок специально для него. Если спустя полгода после выхода телефона на рынок у вас появилась идея о том, чтобы включить в него какую-нибудь новую кнопку, вы не сможете этого сделать, потому что товар уже в продаже. Это невозможно, потому что кнопки и элементы управления нельзя изменять. Они не изменяются для каждого приложения, и их нельзя изменить уже когда устройство поступило на рынок. Так как же решается эта проблема? Сдается нам, что мы ее уже решили. Мы решили ее с компьютерами 20 лет назад. Мы воспользовались растровым экраном, который мог отображать все, что угодно, использовать любой пользовательский интерфейс, а также мы использовали указывающее устройство, мышь. Итак, мы решили эту проблему. Так как же мы сможем перенести все это на мобильное устройство? Первым делом мы избавимся от всех этих кнопок и сделаем просто гигантский экран. Гигантский экран. Так как же мы будем управлять этим устройством? Мы же не будем с тобой мышку носить постоянно. Правильно ведь? Так что же мы будем использовать? Стилус? Нам нужен стилус. Нет. Кому нужен стилус? Постоянно доставать его, потом терять? Нет, стилус нам не нужен. Поэтому давайте не будем его использовать. Мы будем использовать самое лучшее указывающее устройство, с которым мы были рождены. У нас их даже 10. Это наши пальцы. Мы будем прикасаться к экрану пальцами. И мы изобрели новую технологию, которая получила название Multi-Touch. И она просто феноменальна. Работает волшебно. Вам не нужен никакой стилус. Она намного точнее, чем все другие доступные сенсорные технологии. Она игнорирует случайные нажатия. И эта функция работает очень интеллектуально. Также поддерживаются жесты с использованием нескольких пальцев. И самое главное, мы запатентовали эту технологию. В свое время мы имели честь доставить на рынок несколько революционных пользовательских интерфейсов. Первой была мышь. Вторым было колесико ClickWheel. И теперь, наконец, мы представляем Multi-Touch. И появление каждого из этих революционных пользовательских интерфейсов сопровождалось выходом революционного продукта. Сначала это был Mac, затем iPod и теперь iPhone. Итак, это революционный пользовательский интерфейс. И на нем будет основано программное обеспечение. Итак, программное обеспечение на мобильных телефонах, оно какое-то детское. Оно не такое мощное. И сегодня мы собираемся продемонстрировать вам настоящий прорыв в программном обеспечении. Софт, который как минимум на 5 лет вперед ушел от современных телефонов. Как же мы смогли этого добиться? Мы использовали мощный фундамент. iPhone работает на Mac OS X. Зачем? Зачем же нам понадобилось запускать такую сложную операционную систему на мобильном устройстве? Да потому что Mac OS имеет все, что нам нужно. Здесь есть и много задачности, и лучшие сетевые службы, и работа с энергопотреблением, все, что мы использовали в наших мобильных компьютерах. Здесь есть отличные функции безопасности и нужные приложения. Здесь есть отличная графика, к тому же превосходная встроенная анимация. Также имеются функции аудио и видео, которыми так знаменита Mac OS. И мы встроили все это прямо в iPhone. И это помогло нам создать приложения и сетевые службы настольного класса. И это не те недоразвитые программы, которые вы видите на большинстве современных телефонов. Это полноценный компьютерный стандарт приложений. Один из пионеров нашей отрасли, Allen K, имеет в своем активе множество различных высказываний. Недавно я прочел одно из них, и оно объясняет то, как мы смотрим на вещи. Оно полностью объясняет то, почему мы идем этим путем. Потому что мы любим программное обеспечение. И вот эта фраза. Люди, которые действительно серьезно относятся к своему программному обеспечению, должны создавать собственное железо. Allen сказал это 30 лет назад. И мы поддерживаем эту позицию. И мы оснащаем мобильные устройства революционным программным обеспечением, которое на 5 лет впереди всех остальных телефонов. Второе, что мы сделали, было унаследовано от iPod. Это синхронизация с iTunes. В этом году мы поставим 100 миллионов iPod. И это десятки миллионов человек, которые умеют подключать свой iPod к Mac или PC, чтобы загружать на него все свои медиафайлы. То есть вы подключаете свой iPod, и он автоматически синхронизируется. И то же самое мы можем сделать с iPhone. Его можно будет автоматически синхронизировать с компьютером через iTunes. С помощью iTunes вы можете загружать на свой iPhone самые разные файлы музыки, аудиокниги, подкасты, фильмы, телешоу, а также музыкальные клипы. Кроме того, с помощью iTunes можно синхронизировать различные данные, контакты, фотографии, календарь, ваши заметки и закладки из браузера, настройки вашего почтового аккаунта. Все это можно будет переносить на ваш iPhone полностью автоматически. И это здорово. И все это мы делаем при помощи iTunes. И это делается очень просто. Вы заходите в свой iTunes, и прямо как в iPod или Apple TV, выбираете то, что хотите синхронизировать с вашим iPhone. И это делается прямо как на iPod. Зарядка и синхронизация. Синхронизация с помощью iTunes. Третье, о чем мне хотелось бы поговорить, это дизайн. Мы создали нечто прекрасное для ваших рук. Это просто прекрасно. Вот как он выглядит. Он обладает дисплеем с диагональю 3,5 дюйма. Также этот экран имеет самое крупное разрешение, которое мы когда-либо поставляли. 160 точек на дюйм. Это самое крупное наше разрешение. На передней панели имеется только одна кнопка. Мы называем ее Home. Она позволяет вам выходить в главное меню, где бы вы ни находились. И давайте посмотрим на него сбоку. Он очень тонкий. Всего 11,6 мм. Он тоньше, чем любой смартфон, доступный сегодня на рынке. И Q, и BlackBerry. Он тоньше, чем любой смартфон. И это здорово. Сбоку у нас также имеются элементы управления. Это кнопка отключения звука, а также регулятор громкости. Давайте посмотрим, что имеется сзади. Сзади, как вы видите, имеется 2-мегапиксельная фотокамера. Теперь перед нами снова передняя сторона. Давайте посмотрим, что сверху. Здесь у нас есть гнездо для наушников. Его можно подключать в любые наушники от iPod 3,5 мм. Также имеется слот для сим-карты. И кнопка для перехода в спящий режим и для выхода из него. Что же у нас имеется внизу? Здесь есть динамик, микрофон, а также iPod коннектор. Это то, что имеется внизу. Также хочется рассказать о некоторых интересных вещах, которые вы не видите. iPhone оборудован 3-мя инновационными датчиками. Первый из них – это датчик близости. Он определяет приближение физических предметов. Например, когда вы берете телефон и подносите его к кухне, чтобы позвонить, датчик немедленно автоматически отключает сенсорный экран. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, конечно, чтобы сэкономить энергию. Но, во-вторых, чтобы случайно не нажать ухом на сенсорный экран. Вы звоните, экран отключается. Вы завершаете вызов, экран снова включен. И это датчик близости. Кроме того, здесь есть датчик внешней освещенности, который позволяет получать информацию об освещении и в соответствующем образом регулировать яркость экрана. Это делает работу удобнее и экономит энергию. И третий датчик – это акселерометр. Он определяет, в какой позиции сейчас находится телефон, в портретном или пейзажном режиме. Это очень классная функция, я покажу мою позже. Итак, iPhone содержит три инновационных датчика. Теперь давайте попробуем его включить. Вот его размер, и он прекрасно лежит в руке. Итак, iPod, телефон и интернет-коммуникатор. Давайте начнем с iPod. Вы можете прикоснуться к своей музыке. Вы действительно можете прикоснуться к своей музыке. Здесь есть широкоэкранное видео. Вы можете находить свою музыку еще быстрее. Здесь просто шикарно отображаются обложки альбомов. Есть встроенный динамик. А также, почему бы и нет, поддерживается каверфлоу впервые на iPod. Итак, без дальнейших разговоров, позвольте мне вам его показать. У меня есть несколько специальных айфонов, которые имеют специальный проводок и видеовыход, который позволяет транслировать через прожектор на экран. И я могу показать вам несколько отличных изображений, чтобы вы увидели, как они выглядят. У меня есть камера, которая показывает то, что я делаю своими пальцами. И давайте попробуем включить изображение. Сейчас я нажимаю на кнопочку. Питание включается. Чтобы разблокировать телефон, я просто скажу своим пальцем. Показать еще раз. Мы специально сделали такое движение, которое невозможно случайно сделать в кармане. Мы просто скользим пальцем, и мы попадаем на главный экран айфона. Если я хочу выйти в iPod, я просто нажимаю на иконку в углу, и вот я в iPod. Я хочу вернуться, я нажимаю кнопку Home, и теперь я снова на рабочем столе. Нажимаю iPod, и я вернулся к iPod. В нижней панели вы видите пять кнопок, плейлист, исполнители, песни, видео и другое. Сейчас я нахожусь в исполнителях. Итак, как я прокручиваю свой список песен? Как я это делаю? Я просто беру свой палец и прокручиваю. Не правда ли это здорово? Список даже отпружинивает обратно, когда достигает конца. Если я хочу кого-нибудь выбрать, скажем Beatles, я просто нажимаю, и я вижу альбомы Beatles. Если я, скажем, хочу послушать Сержанта Пеппера, я просто нажимаю его, скажем песню With Little Help of My Friends. Посмотрите, какие прекрасные иллюстрации альбомов. Также есть контроль громкости. Здесь в верхнем углу есть специальная кнопка, которую я нажимаю и обложка переворачивается, и я вижу другие песни альбома. Скажем, если я хочу послушать песню Lovely Rita, я ее слушаю. Снова переворачиваем обложку, это очень просто. Также есть возможность поставить оценку альбома в звездочках, тоже передвигая пальцем. Это, конечно же, пятизвездочный альбом. Здорово, правда? Это прекрасно. Я хочу показать вам кое-что еще. Сейчас я беру свое устройство и переворачиваю его в пейзажный режим. Смотрите, что происходит. Я перешел в Cover Flow. Давайте выберем Боба Дилана песню Like a Rolling Stone. Я просто пролистываю свои альбомы. Это очень легко. Если я что-то нахожу, я просто переворачиваю обложку и играю. Очень просто. Это очень просто. Здорово, правда? Ну ладно. Я могу очень долго с ним играться. И так, как я уже сказал, у меня здесь есть плейлисты. Я перехожу к своим плейлистам. У меня есть исполнители, песни, есть другое. Например, в разделе «Альбомы» есть отличный просмотр альбомов, который показывает все мои альбомы. Кроме того, имеются аудиокниги и компиляции. Также имеется видео. Сейчас я нажимаю кнопку «Видео». И у меня здесь есть подкасты загруженные, музыкальные клипы, телешоу. Я хотел бы вам показать одно из телешоу. Это эпизод из сериала «Офис». И все видео мы посмотрим в пейзажном режиме. NBC представляет. Привет. Привет. Кому ты отправляешь факс такую, Рань? Даже не знаю, как объяснить. Я потерял контакт с компанией «Дандер», когда я перешел на новое место. Но прежде чем я ушел, я захватил с собой коробку с бланками Дуайта. И с тех пор, время от времени, я посылаю Дуайту факсы. От него самого. Из будущего. Дуайт, сегодня 8 утра, кто-то отравит кофе. Не пей кофе. Жди дальнейших указаний. С наилучшими пожеланиями, Дуайт из будущего. Конечно же, у нас здесь есть сенсорное управление. И правда ли это здорово? Это правда здорово. Давайте посмотрим, как проигрываются фильмы. Я хочу показать вам «Пираты Карибского моря». Кстати, очень хороший фильм. Итак, как мы видим, это полноэкранный фильм. Я просто нажимаю два раза на экран, чтобы перейти в полноэкранный режим, либо, чтобы он заполнил полностью экран, как мне угодно. И опять я могу пользоваться элементами управления на экране. Это так здорово, правда? Мы теперь можем смотреть полноценные фильмы. И это очень просто. Хорошо. Итак, мы показали вам iPod. И это было классно, правда? И это только начало. Итак, повторимся. Вы можете прикасаться к своей музыке, прокручивать свои песни, свои плейлисты. Это удивительно. Широкое экранное видео, которое вы еще ни разу не видели на мобильном устройстве. 160 точек на дюйм. Отличное качество экрана. Превосходная иллюстрация альбомов и коверфлоу. Это лучший iPod, который мы когда-либо сделали. И опять я покажу вам несколько скриншотов. Они выглядят просто невероятно. Прекрасная иллюстрация альбомов, которые я подобрал. Независимо от ваших вкусов, они все выглядят шикарно. И, конечно же, коверфлоу и видео. С элементами управления на экране. Знаете, я показал его одному человеку, устроил демонстрацию для одного человека в Apple, который никогда еще не видел его раньше. Я спросил у него, что ты думаешь, и он ответил, ты убил меня своим скроллингом. Итак, это iPhone с самым фантастическим iPod. Теперь вы можете прикоснуться к своей музыке. Итак, это был iPod. Теперь же давайте взглянем на революционный телефон. Итак, мы хотим повторно изобрести телефон. Итак, что же он умеет делать лучше всего? Лучше всего он звонит. Это фантастика. Просто удивительно, как порой бывает сложно звонить на большинстве телефонов. Часто люди просто полностью набирают номера. У большинства людей даже почти нет номеров в адресной книге. Они используют недавние вызовы в качестве адресной книги. Правильно? Многие ли из вас так делают? Я думаю, что очень многие. И мы хотим позволить вам использовать контакты так, как никогда раньше. Вы можете синхронизировать свой iPhone с PC или с Mac и загружать в него все свои контакты прямо в телефон. И все номера ваших друзей теперь будут с вами постоянно. Кроме того, мы хотим произвести революцию в голосовой почте. Мы называем это визуальной голосовой почтой. Не правда ли было бы здорово, если, скажем, у вас есть шесть голосовых сообщений и вам нужно послушать шестое, без необходимости прослушивать пять предыдущих? Я думаю, что произвольный доступ к голосовой почте – это очень удобно. Прямо как в электронной почте вы попадаете именно на то сообщение, которое вас интересует. Отличное качество звука. iPhone поддерживает четыре диапазона GSM и Edge. Мы решили использовать самый популярный международный стандарт связи, которым является GSM. Кроме того, мы планируем разработать телефон, поддерживающий стандарт 3G, а также много всякого интересного в будущем. Итак, это телефон, работающий в стандартах GSM и Edge. Ну и, конечно же, у нас есть встроенный Wi-Fi и Bluetooth 2.0. И вот так все это выглядит. Когда вам звонят, вы слышите такой сигнал. Это один из рингтонов, который, конечно же, вы можете сменить. Итак, я хочу показать вам четыре вещи. Это приложение для телефона, фотографии, календарь и службу SMS. Все эти функции типичны для других телефонов, но здесь они используются очень нетипично. Итак, я предлагаю вам взглянуть. Итак, давайте начнем сначала с телефона. Видите эту иконку в левом нижнем углу? Я нажимаю на нее и попадаю в телефон. И внизу есть пять кнопок. Избранная, недавняя, контакты, клавиатура и голосовая почта. Я нахожусь в контактах. Сейчас я могу прокручивать свои контакты. И сейчас я хочу сделать звонок Джонни Айву. Я просто нажимаю и я вижу все его контакты. Всю информацию. Его три телефонных номера, электронную почту, адрес и все остальное. Все в одном месте. Если я хочу позвонить Джонни, все, что я должен сделать, это нажать его номер телефона. И сейчас я буду звонить на его мобильный. Звоним Джонни. Если мне нужно, я могу включить динамик. Привет. Стив. Привет, Джонни. Как дела? Нормально. Как у тебя? Прошло два с половиной года, и вот я с гордостью объявляю, как мне приятно сделать первый публичный звонок с помощью айфона. Я помню, когда мы только начинали работать над ним, и это просто, просто невероятно. Ой, смотрите, что это? Мне еще кто-то звонит. Джонни, можешь повисеть минутку? Да, конечно, Стив. Сейчас я перевожу Джонни в фоновый режим. Привет, Фил. Эй, Стив, ты мне должен был первым позвонить. Извини, Фил, как вы сейчас видите, Джонни находится в режиме удержания вызова. Я могу прикоснуться к его имени, чтобы обратно его вернуть. Джонни, ты здесь? Слушай, мне сейчас Фил позвонил. Я включу его в конференцию. Да, давай. Как вы видите, сейчас посередине изменились кнопки. Я нажимаю на кнопку, и я включаю конференцию. Джонни, ты здесь? Да. Фил, ты? Я тоже здесь. Вот мы все вместе. Мне нужно возвращаться к моей презентации, и если я хочу это сделать, я просто нажимаю эту стрелочку, я выбираю Джонни, чтобы говорить только с ним, и Фил переходит в режим удержания вызова. Джонни, как тебе наш первый телефонный разговор? Ну, как сказать? Бывало хуже, да? Бывало и хуже. Береги себя, Джонни. Я завершаю разговор с Джонни и вывожу Фила. Фил, спасибо большое, мне нужно возвращаться к презентации. Ладно, поболтаем потом. Пока. Пока. Сейчас я хочу показать вам, как можно составлять список избранных номеров, наиболее часто набираемых номеров. И сейчас я хочу добавить кого-нибудь в избранное, например, номер Фила Шиллера. Я просто нажимаю на кнопку в правом верхнем углу, и появляется избранное. Я просто ищу букву S. Здесь я вижу Фила. Фил Шиллер. Я, допустим, хочу добавить его рабочий номер. И вот мы видим, что Филл появился в избранном. Конечно, есть возможность редактировать избранные номера. Например, я хочу передвинуть Фила вверх, я просто его перетаскиваю. Или, например, Тони изменил свой номер. Мне нужно просто обновить информацию в избранных. Я просто удавляю его из этого списка, и все. Это очень просто. Очень, очень просто. Здесь у меня есть недавние вызовы. И если я хочу увидеть те, которые я пропустил, которые помечены красным, я просто нажимаю специальную кнопку, и я вижу только пропущенные вызовы. А так я вижу все вызовы, которые я принял, либо сам осуществил. Если я хочу набрать номер так, как мы делали в прошлом веке, я просто нажимаю кнопку, и появляется клавиатура. Я могу набирать... Извините, перепутал цифру. 4089996 Номера форматируются автоматически. Если я, к примеру, хочу набрать более длинный номер, я вижу, что цифры становятся меньше. Этой клавиатурой пользоваться очень легко. Теперь позвольте мне рассказать вам о визуальной голосовой почте. Она такая классная. Это совместная работа, которую мы проделали, и которую я поподробнее скажу позже. Эта функция позволяет осуществлять произвольный доступ к сообщениям голосовой почты, которые нам нужны. Сейчас я вижу, что у меня есть сообщение от Элла Гора. Я хочу его прослушать. Просто нажимаю кнопку. Привет, Стив. Сожалею, но я не могу прийти, потому что я приглашу на другое мероприятие. В любом случае, я тебе желаю успеха с айфоном. Это просто восхитительный продукт. Желаю тебе удачно провести твою церемонию, и перезвони мне попозже. Если я хочу перезвонить Эллу Гору, я просто нажимаю на кнопку «Перезвонить», которую мы видим на экране. Но прямо сейчас я хочу послушать сообщение от Тима Кука. Привет, Стив. Это Тим. Я только что узнал наши результаты за прошлый квартал, и выручка составила... Давай лучше встретимся, я тебе об этом лично расскажу. Желаю тебе удачной презентации. Увидимся. Не правда ли это здорово? Итак, у меня есть голосовая почта, которую я могу послушать, когда я хочу, как я хочу, и в любом порядке, благодаря визуальной голосовой почте. Итак, это был краткий рассказ о предложении для телефона. И прямо сейчас я хочу рассказать вам об SMS-переписке. Я просто перехожу к той иконке в верхнем левом углу, нажимаю ее. Я могу не только отсылать и получать SMS-сообщения, но также вести их учет благодаря многосессионности. То есть я могу вести диалоги со своими собеседниками, и когда приходит новое сообщение, я получаю уведомление и попадаю прямо на эту переписку. В качестве примера я привожу сообщение от Эдди Кью. Я вел с ним довольно длинную переписку. Я просто нажимаю на эту кнопочку, и передо мной наша переписка. И вот, например, мне пришло новое сообщение от Фила. Я открываю, и я вижу, о чем был разговор. Привет, Стив. Привет. Хочешь сегодня поужинать? Конечно. Сегодня твоя очередь выбирать место. Я выбираю Суши Рон. Как насчет 7 часов вечера? Я хочу написать ему... Хорошая идея. Я использую клавиатуру, которая просто фантастическая. Она автоматически определяет ошибки и исправляет их. На самом деле, я не очень хорошо печатаю, но на этой клавиатуре печатают намного быстрее, чем на всех этих пластиковых клавиатурах у современных смартфонов. Поэтому я просто сейчас пишу «Хорошая идея». Увидимся там. И я отправляю его. И оно ушло. Очень просто. Если Фил ответит на мое сообщение, я получу уведомление и затем снова могу вернуться к нашей переписке. Если я хочу отправить сообщение Эдди или Скотту, я тоже могу сделать это с помощью пары нажатий. Все очень просто. Итак, это смс-сообщение. Я показал вам клавиатуру, которая очень хорошая и к которой мы вернемся еще попозже. И третье приложение, которое я хочу вам показать, оно входит в пакет приложений для телефона. Оно называется «Фото». Я уже говорил, что у iPhone есть 2-мегапиксерная камера, но у него также есть лучшее приложение для управления фотографиями. Лучшее на мобильных устройствах, конечно, но я считаю, что оно лучшее вообще. Итак, сейчас я перешел в фото-библиотеку. И вот передо мной библиотека, которую я могу прокручивать с помощью пальца. Здорово, правда? Сейчас я перехожу в фото-альбомы, я выбираю Италию. Сейчас я начну прямо сверху. Чтобы посматривать свои фотографии, я просто их пролистываю с помощью пальца. И я вижу, что эта фотография в пейзажной ориентации. Чтобы посмотреть ее, я просто переворачиваю свое устройство. И смотрите. Классно, правда? В пейзажном режиме я тоже могу пролистывать фотографии. Не правда ли здорово? Помимо всего прочего, я могу взять любую из этих фотографий и увеличить ее. Я хочу, чтобы снова включилась камера, чтобы вы видели движение моих пальцев. Я буду осуществлять жест, который называется пинч. Я просто буду сводить и разводить свои пальцы, чтобы увеличивать и уменьшать масштаб фотографии. Я просто двигаюсь своими пальцами по экрану и изменяю масштаб. И могу просто перемещаться по фотографии. А сейчас... Сейчас я могу выбрать этот фрагмент фотографии и сделать его рисунком рабочего стола. Это все делается очень просто. И сейчас, когда я перехожу к главному экрану и переключаюсь в спящий режим, на своем экране блокировки я увижу эти обои. Когда я захочу сделать звонок, я увижу эту картинку. Итак, это фотографии, SMS и приложения для телефона. И все это входит в телефон и пакет приложений нашего айфона. И мы снова видим прием звонков. Отличная система управления вызовами. Вы можете прокручивать свои контакты пальцем. Вся информация о контакте собирается вместе. Избранные номера. Экранная клавиатура. Визуальная голосовая почта. Календарь. SMS-сообщения. Прекрасное приложение фото. Возможность устанавливать любую фотографию в качестве рисунка рабочего стола. Это просто невероятно. Я думаю, когда вы получите возможность взять этот телефон в руки, вы поймете, что мы вновь изобрели телефон. Итак. Теперь давайте взглянем на устройство для доступа в интернет, которым тоже является наш айфон. Так что же это такое? И здесь у нас есть несколько настоящих прорывов. Во-первых, айфон поддерживает электронную почту в полноценном формате HTML. Впервые это полноценная электронная почта на мобильном устройстве. И она работает с любой почтовой службой, IMAP или POP. Если у вас есть любимая почтовая служба, скорее всего, она будет работать. И это полноценная электронная почта. Мы хотели использовать на своем телефоне лучший в мире веб-браузер. И какой-нибудь там браузер для малышей, или веб-браузер. Настоящий браузер. Мы выбрали лучший в мире браузер, Safari. И на айфоне работает браузер Safari. Это первый полноценный HTML-браузер на телефоне. Третье. У нас есть Google Maps. Карты, изображения со спутников, навигация, информация о состоянии на дороге. Это невероятно. Вы должны сами это увидеть. У нас есть фиджеты. Для начала это погода и курсы акций. И, наконец, соединение с интернетом осуществляется через Wi-Fi или Edge. И айфон автоматически определяет сеть Wi-Fi и подключается к ней. Вам не нужно ничего настраивать, он делает все самостоятельно. Хотелось бы остановиться по подробнее на электронной почте. Мы работаем почти со всеми бесплатными службами IMAP или POP. Я хочу показать несколько примеров. IMAP, конечно же, лучший, потому что он позволяет вам оставлять свои папки и письма на сервере и иметь к ним доступ из любой точки планеты. В число служб IMAP входит Yahoo, Microsoft Exchange, тоже имеет версию IMAP. Кроме того, MicMail тоже работает в IMAP. Что касается POP3, это Google Gmail, почта AOL, а также большинство провайдеров тоже имеют ящики POP3. Давайте поподробнее остановимся на одном из них. Yahoo Mail. Yahoo Mail является крупнейшим почтовым сервисом в мире. И он имеет более четверти миллиарда пользователей. Это крупнейшая почтовая служба в мире. И сегодня мы и Yahoo объявляем, что они предоставляют нам бесплатную почту PUSH по протоколу IMAP для всех покупателей айфона. То есть это не просто почта IMAP, это PUSH почта. Если приходит сообщение, оно тут же попадает на ваш телефон, прямо как на BlackBerry. И это полностью бесплатно для пользователей айфона. Я считаю, что это очень важно. И прямо сейчас я хочу показать вам почту, Safari, Google Maps, а также виджеты, работающие на айфоне. И давайте посмотрим. Мы переходим к почте. Это вторая слева иконка внизу. Я нажимаю эту иконку пальцем и попадаю в почту. Я попадаю в свой ящик входящих сообщений. И сейчас, кстати, почта Yahoo работает постоянно через протокол IMAP. Обновленная информация поступает постоянно откуда-то с облака. И сейчас я вижу, что Джеймс Винсетт отправил мне послание. Он стал счастливым отцом. И вот твое письмо. Я его просто прокручиваю. Я вижу полноценное письмо в формате HTML. Давайте почитаем еще одно письмо. Фил Шиллер. Подарок ей понравился. И мы снова видим встроенную фотографию. Форматированный текст. Прекрасно, правда? Список покупок. И опять это форматированный текст. Здорово. Указание, как добраться до ресторана Суши Рон для сегодняшнего ужина. Конечно же, айфон распознает телефонные номера, и он выделяется голубым цветом. Вы видите здесь этот номер. Я просто могу нажать, и я могу позвонить в это заведение. Если честно, звонить я им совсем не хочу, поэтому я этот вызов просто отключаю. Но принцип вы поняли. И последнее письмо. Кен Бреско, наш специалист по маркетингу, он также является хорошим фотографом. Он только что вернулся с Арктики и прислал какие-то фотографии. Давайте посмотрим. Пингвины в Антарктике. По-моему, очень здорово. Он действительно очень хороший фотограф. И мы видим это прямо в письме, прямо на телефоне. Кстати, если я захочу, я смогу посматривать свои письма в комбинированном режиме, как на компьютере. Так что у вас есть возможность выбрать сверху письмо, и затем его просмотреть более подробно снизу, чтобы найти то письмо, которое вы искали. Лично я предпочитаю полный экран режим. Кроме того, у нас есть стандартные папки, входящие, черновики, отправленные и все остальные привычные нам папки. Поэтому перед нами настоящая электронная почта, к которой мы привыкли на компьютере, прямо на вашем телефоне. И это восхитительно. И еще раз упомяну о бесплатной почте IMAP от Yahoo. Сейчас попробую написать письмо и покажу вам, как это делается. И опять, когда мне не нужна клавиатура, ее нет на экране. Когда она мне нужна, она появляется. Я хочу отправить сообщение, скажем, Филу. Я начинаю печатать F-I, и тут же появляется Фил Шиллер. Либо же я захочу отправить сообщение Скотту Форстеллу. И Скотт здесь тоже есть. И тема сообщения, пусть будет ужин. И я печатаю ужин. Увидимся сегодня вечером. Я просто нажимаю отправить, и сообщение ушло. И это электронная почта. Полноценная, прямо как на вашем компьютере. И работающая на мобильном устройстве. Ну а сейчас я покажу вам нечто невероятное. Я покажу вам Safari, работающий на мобильном устройстве. Сейчас мы открываем веб. И сразу начинается загрузка сайта Apple.com. Хочется открыть что-нибудь более универсальное, скажем, сайт газеты New York Times. Он будет грузиться довольно долго, потому что там очень много графики. Но тем не менее, он все же загружается. И вместо того, чтобы показать вам веб-версию сайта New York Times, его ужатую сокращенную версию, мы показываем вам полноценную версию сайта New York Times. И смотрите, что я могу делать. Я могу переключаться в пейзажный режим, и сайт тоже переключается. Я могу прокручивать его. Прокручивать вверх и вниз. Пока еще он грузится. Либо я могу вернуться. Конечно, это все здорово, потому что я могу видеть сразу всю страницу, но, конечно, я не могу ее читать. И здесь входит вступает наши пальцы. Мы оптимизировали интерфейс, и теперь при двойном нажатии на экран, страница заполняет весь экран. Я могу прокручивать в этом направлении, либо в этом. Также я могу текст увеличивать, если я хочу. И вот он. Я нажимаю два раза, и опять вижу всю страницу. Здорово, правда? Ну, смотрите. Это сайт New York Times. Я могу перейти к любой статье, к которой захочу. Невероятно. Итак, у нас также есть возможность посмотреть несколько веб-страниц. Для этого я просто нажимаю кнопку в правом нижнем углу. И теперь, по желанию, я могу добавить еще одну веб-страницу. Я хочу добавить сайт Amazon, который находится в моих закладках. Давайте посетим сайт Amazon. Я лично очень люблю заходить в раздел DVD, чтобы посмотреть, какие продаются DVD-диски. Особенно мне приятно, когда Disney лидер продаж. Итак, сейчас мы находимся в Amazon. Хотя страница еще не загрузилась, я уже могу сделать два нажатия, чтобы приблизить. И сейчас давайте перейдем в раздел DVD. И теперь открывается этот раздел. Вот мы уже в нем. И здесь, с правой стороны, мы видим колонку, в которой отображаются регулярно обновляемые бестселлеры. И смотрите, на первом месте находится «Неудобная правда» Элла Гора. И здесь другие лидирующие фильмы. Например, «Пираты Карибского моря», которые мне тоже очень нравятся. И сейчас мы видим, что если я захочу, я могу вернуться на сайт New York Times. Могу приблизить эту фотографию, если я хочу посмотреть ее получше. И снова выхожу. Здорово, правда? И снова перехожу к этой странице. Если хочу закрыть, я просто нажимаю на крестик. Вот так вот. Правда, это здорово? Сафари! Знаете, если вы когда-нибудь использовали так называемые веб-браузеры на современных мобильных устройствах, вы поймете, насколько фантастический наш браузер. Вообще, я думаю, что вам бы не следовало ими даже пользоваться, потому что они настолько плохие. А наш браузер – это настоящая революция. И он позволяет пользоваться настоящим интернетом на телефоне. Позвольте, показать вам виджеты. Для начала давайте посмотрим акции. Этот виджет позволяет загружать на телефон информацию о курсах акций из интернета. Смотрите, Apple-то растет. И это здорово. Если я хочу, я могу просматривать разные графики. И это фантастика. Давайте посмотрим на проценты. О, неплохо. Очень даже. Итак, у меня здесь акции. Я могу посмотреть погоду. Какова погода на улице? 40 градусов по Фаренгейту. Но на сегодня обещают 61, поэтому, когда мы отсюда выберемся, будет уже потеплее. Сейчас я могу посмотреть погоду в Париже. Там сейчас ночь. Но, как мы видим, ночью там даже теплее, чем у нас здесь днем. Аспен. Снег ожидается позднее на этой неделе. И Гавайи. А там дождь идет. Нехорошо. Но, в любом случае, перед нами 4 места. Гавайи, Аспен, Париж и Сан-Франциско. И это виджет погоды. И в заключение своего рассказа о функциях айфона как интернет-коммуникатора, я бы хотел показать вам нечто поистине удивительное. Это Google Maps на айфоне. Я запускаю приложение карты, и оно открывается. Сразу открываются карты Северной Америки, и я хочу отправиться в место, где мы сейчас находимся, в Москву, Нью-Уэст. И вот оно на экране. Здесь мы находимся. Сейчас я хочу осуществить поиск. Мне хотелось бы чашечку кофе, и поэтому я буду искать Starbucks. Итак, я ищу Starbucks, и сразу же я вижу все кофейни Starbucks на экране. Здесь я вижу полный список всех кофейн Starbucks, я могу выбрать любую из них. Я даже могу посмотреть информацию об этой кофейне, и давайте-ка им позвоним. Доброе утро. Казение Starbucks. Где могу помочь? Да, я хотел бы заказать 4000 порций латте на вынос. Извините, я просто шучу. Ошибся номером. До свидания. Кроме того, я могу приближать карту при помощи того же самого жеста пинч, либо при помощи двойного нажатия. Я могу получать карты с большим и большим разрешением. Давайте-ка отправимся к нам еще по моим закладкам. Предлагаю перейти к монументу Вашингтона. И вот перед нами город Вашингтон. Я могу приближать его двойным нажатием и увеличивать изображение. И вот монумент Вашингтона. Я приближаю его двойным нажатием снова и снова. И сейчас я хочу вам показать кое-что еще. Это снимки со спутников. Я просто нажимаю на эту кнопку под названием «Спутник», и на месте карты появляется изображение со спутника. Я приближаю картинку двойным нажатием, делаю это снова, ждем, пока картинка загрузится полностью, и вновь приближаем двойным нажатием. И это монумент Вашингтона. Вот он. Посмотрите на него. Я там даже людей вижу. И правда ли здорово? Прямо в телефоне. Это же невероятно. А теперь давайте посмотрим на Эйфелеву башню, которая тоже мне очень нравится. Вот смотрите, Эйфелева башня. На ней даже люди видны. Не правда ли это здорово? И вот еще последнее место, которое я хочу вам показать, это Колизей в Риме. И вот мы попадаем в Рим. И вновь, как только загружается карта, мы можем ее увеличивать и уменьшать. И вот мы видим римский Колизей, путниковое изображение прямо на Вашем телефоне. Посмотрите. Это Колизей. Просто невероятно. И правда ли это здорово? Итак, это все фантастические составляющие инновационного интернет-коммуникатора, встроенного в iPhone. Первая полноценная HTML-почта в телефоне. Первый настоящий веб-браузер в телефоне. Лучшая версия Google Maps на планете. Виджеты, а также соединения Edge и Wi-Fi. И мы этим очень гордимся. И опять, почта, пуш-уведомления, бесплатно в Yahoo, а также возможность подключения любых iMap и Pop-служб, в которых вы работаете. Невероятно. Новые технологии ввода текста, которые мы еще никогда не видели на мобильном телефоне. Настоящий браузер на телефоне, который открывает настоящие веб-страницы. Портретно-малипейзажном режиме, который мы можем увеличивать, если мы хотим посмотреть что-то поближе. Google Maps, а также виджеты. Это интернет в вашем кармане. Впервые в истории. Естественно, вы не можете представить себе интернет без Google. Правильно? Что касается Google, мы интегрировали поиск Google в наш телефон, который встроен прямо в браузер. Вы печатаете то, что хотите, нажимаете поиск и вперед. А также Google Maps. Мы работали очень тесно с этой компанией, чтобы достичь такого результата. И мы поражены этим результатом. И сегодня я с удовольствием представляю вам доктора Эрика Шмидта, исполнительного директора компании Google. Поздравляю, Стив! Отличная работа! Итак, Стив, вообще недавно я имел честь войти в совет директоров Apple и между нашими советами директоров очень тесной связи. Мы даже в шутку объединили нашу компанию в одну и назвали ее AppleGal. Но я вообще маркетингом не занимаюсь. То, что мне понравилось в этом новом устройстве и в его интернет-архитектуре, это то, что это дало нам возможность объединяться без объединения. Стив сказал, что каждая компания должна заниматься тем, что у нее лучше всего получается. Я думаю, сегодня Стив нам это снова продемонстрировал своим примером. Интернет-архитектуры? Правильно, да? Интернет-архитектура позволила нам взять фантастический рабочий коллектив, который мы видим в компании Apple, и соединить его с открытыми протоколами и службами, которые предлагают такие компании, как Google, чтобы получилась максимально удобная среда работы для пользователей. И больше всего мне нравится то, что впервые все это объединилось в одном продукте. Итак, что касается Google, наша работа заключалась в том, что мы сотрудничали с большим количеством компаний, в том числе Apple. Эти компании имеют аналогичную культуру, стремление к инновациям, они получают удовольствие от работы. И кроме того, мы работали с большим количеством сервисов данных. Стив упомянул несколько компонентов, несколько функций, которые вы можете выполнять, и надо понять, что это большое количество данных от карт до партнеров, и теперь у вас есть возможность получить полную интеграцию. Пользователь, вряд ли, поймет, как было тяжело объединить все это вместе и заставить работать. С моей точки зрения, это первое из большого нового поколения служб данных, где работают мощные облачные компьютеры и где, как я надеюсь, Google является лидером. И все это позволяет использовать такие стандарты, как HTML, XML и другие в браузере Safari, который встроен в iPhone, а также на других устройствах, которые Apple представит в будущем. Стив, я тебя поздравляю, я знаю, что этот продукт будет очень горячим. Спасибо. Спасибо большое. Как член совета директоров ты получишь один из первых айфонов. Поэтому я вступил в совет. Итак, я думаю, вы тоже не можете представить интернет без Yahoo. И в нашем телефоне также имеется встроенный поиск, вы можете выбирать любой поиск, печатывайте и нажимать кнопку Yahoo и вперед. И, конечно же, у нас есть почтовые службы IMAP от Yahoo. И сейчас с большим удовольствием я представляю вам основателя и руководителя Yahoo Джерри Янга. Джерри. Поздравляю. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо, Стив. В совет директоров Apple я не вхожу, но эту штуку я тоже хотел бы иметь. Ух ты, столько шума из одного телефона. Но устройство действительно очень хорошее. Стив, мы очень горды тем, что Yahoo сотрудничает с Apple. Пока это только IMAP почта, которую мы предлагаем, но я надеюсь, что вскоре мы предложим Apple и множество других популярных служб от Yahoo. Кроме того, в рамках сотрудничества с Apple мы предлагаем запустить несколько наших новых служб. Во-первых, Yahoo Go, во-вторых, Yahoo OneSearch, которая является одним из наших новых продуктов, и она позволяет по-новому взглянуть на поиск. И вы будете получать не простые, традиционные результаты поиска, а именно то, что вам нужно. Комплексную информацию, которая привязана к вашему местоположению. Например, сейчас вы находитесь в Афранциско, и вы можете получать любые новости, любую погоду, посматривать карты, и мы собираемся все это сделать. Как сказал Стив, почта – это одно из главных предложений на телефоне, и Yahoo пытается по-новому взглянуть и даже по-новому изобрести то, как мы обращаемся с браузерами и пользуемся электронной почтой. И в нашей почте вы можете получать доступ к таким службам, как пам-фильтры, организация почтовых ящиков, а также календарь. По большому счету, перед нами BlackBerry, только без сервера Exchange. И это очень здорово, потому что вы можете пользоваться интернетом на мобильном устройстве, точно так же, как вы это делаете на своем домашнем компьютере. Я слышал, так будто хлопал мне. Спасибо. И, наконец, мне хотелось бы сказать, что Yahoo пытается сделать то же самое, что сейчас делает Apple с телефоном. То есть, она его повторно изобретает. Повторно изобретает это устройство. То же самое мы хотим сделать с интернетом. Мы хотим объединить отличное аппаратное обеспечение, а также превосходный пользовательский интерфейс, чтобы в конечном итоге все это преобразовать в простой и понятный процесс использования интернета. Мы очень верим в успех этого аппаратного и программного обеспечения, и мы верим в то, что интернет-службы в стандарте Web 2.0 можно перенести на мобильные устройства. Так что, Стив, мой адрес у тебя есть. Жду от тебя подарочка. Спасибо большое. Приятно быть твоим партнером. Знаете, это очень большая честь привлечь к сотрудничеству две такие большие компании в интернете, как Google и Yahoo. Мы сотрудничали с ними очень тесно и очень давно, и мы получили большое удовольствие, создавая эти новые технологии, которые объединились в iPhone. Поэтому спасибо вам большое, друзья. Вы нам очень помогли с созданием карманного интернета. Итак, интернет-коммуникатор, iPod и телефон. Давайте объединим все это вместе и посмотрим, как это работает в реальных условиях. Давайте взглянем. Я хочу послушать музыку, поэтому я сейчас отправляю свой iPod. давайте посмотрим в артистах. Я хочу послушать, скажем, может быть, Red Hot Chili Peppers. Я очень люблю этих ребят, давайте послушаем их песню. И давайте посмотрим, что происходит, когда мне звонят. музыка затихает. Экран меняется. Я слышу звонок. Я могу его проигнорировать, но я хотел бы на него ответить. «Привет». «Привет». «Здравствуй, Фил». «Я знаю, что это Фил, потому что он находится в моей адресной книге. Кроме того, это обожает своего фотография наверху. «Послушай, Фил, я сейчас немного занят. А что ты хотел?» «Когда ты закончишь, я хочу, чтобы ты прислал мне одну фотографию, которая была сделана на Гавайях. Я хочу поставить себе ее на рабочий стол». «Хорошо. Подожди секундочку. Сейчас я нажимаю на кнопку «Home», попадаю на главный экран, и вы видите, что я по-прежнему удерживаю вызов. Внизу слева мигает кнопочка, и сейчас я запускаю приложение «Фото», и наверху вы видите зеленую панельку, которую я нажму для того, чтобы вернуться к вызову. И Филу нужна была фотография, которую он хотел поставить рисунком рабочего стола. Она была сделана на Гавайях. Как я понимаю, вот эта фотография. «Фил, тебе ее отправить по почте?» Это было бы отлично. «Хорошо. Сейчас я снова нажимаю на эту кнопку, я выбираю «Отправить по электронной почте», и смотрите, что происходит. Сначала фотография немножко сжимается, а затем сзади появится окно «Написать письмо». И сейчас мне нужно будет просто выбрать Фила, чтобы отправить это письмо Филу. Выбираем Фила Шиллера, и теперь я просто отправляю это письмо. Фил, я думаю, что письмо уже на пути к тебе. Спасибо. Что-нибудь еще? Знаешь, мы сегодня с тобой договорились поужинать вечером, но я думаю, может быть, лучше в кино сходим куда-нибудь. Что ты хочешь посмотреть? Так, давайте-ка посмотрим. Я думаю, что у меня в закладках есть кинотеатр в Фейн Дэнгл. Да, вот он. Давайте-ка отправимся в Фейн Дэнгл и посмотрим, что там сегодня есть. Я просто хочу объяснить, что тут ничего личного нет, мы просто с тобой в кино идем, да, ведь? А то еще придумаю чего-нибудь лишнего. Итак, перед нами Фейн Дэнгл, я просто нажимаю два раза и вижу фильмы, которые там сегодня показывают. Может быть, сходим на ночь в музей, я еще не видел этот фильм. О, я тоже его еще не видел, это будет здорово. Отлично. Счастливо, Фил. И сейчас, чтобы вернуться к своему вызову, я нажимаю на верхнюю панельку, я вернусь к своему вызову и теперь я его завершаю. И что произойдет сейчас? Я вернулся к своей музыке. И вот так все это работает вместе. iPhone. Сегодня Apple повторно изобретает телефон. Итак, как же все это устроено? Давайте вернемся к нашим старым знакомым. Давайте взглянем. Итак, мы видим их главные экраны. Сейчас мы видим главный экран у iPhone. И вот так выглядят их контакты. А вот как выглядят контакты на iPhone. Вы просто выбираете человека и видите всю информацию об этом человеке. вот как выглядит почта на смартфонах. А вот как она выглядит на iPhone. Вы можете видеть полноценную HTML почту. Вот как на этих аппаратах выглядят календари. И вот календарь на iPhone. А вот как выглядит интернет. Мы старались сделать так, чтобы он смотрелся как можно более привлекательно, но в реальности он выглядит еще хуже. А вот как выглядит интернет на iPhone. И конечно же вы можете приближать желаемые участки страниц. Ну и наконец вот так выглядят музыкальные проигрыватели, которые обычно на телефонах мало кто использует. А вот проигрыватель на iPhone. Итак, я думаю, что после сегодняшнего дня вы посмотрите на все эти телефоны уже совсем по-другому. Сейчас хочу вам рассказать об аксессуарах для iPhone. Мы планируем поставлять отличные стерео наушники, которые имеют очень приятное дополнение, которое является микрофоном с переключателем. То есть в этих наушниках вы можете разговаривать и наслаждаться отличным качеством приема. И вы можете использовать одну и ту же кнопку для того, чтобы принять вызов и для того, чтобы его завершить. Носить эти наушники очень удобно, а микрофон превосходно улавливает ваш голос. Также мы планируем поставлять Bluetooth аксессуар. Это гарнитура, которая изображена на экране и она обладает чрезвычайно маленькими размерами. И вот так она выглядит. Она имеет только одну кнопку наверху для приема и для отмены вызовов. Во мне нет необходимости включать и выключать эту гарнитуру, потому что она автоматически переходит в спящий режим. Кроме того, она автоматически подключается к iPhone и это очень просто. И она просто крошечная. Вот так она выглядит в ухе. И она просто прекрасная. Это самая лучшая гарнитура, которую мы видели. И так Bluetooth гарнитуры тоже доступна. Работа батареи. В нашем телефоне есть очень много всяких функций и современные смартфоны в основной своей массе имеют очень слабые батареи. Мы смогли добиться 5 часов работы нашей батареи. И это режим вызова, посмотра видео и браузинга. 5 часов работы батареи. И 16 часов прослушивания музыки. И это значительно больше, чем у любого другого смартфона. В iPhone имеется огромное количество современных технологий. И эти технологии можно увидеть в каждой самой маленькой детали этого устройства. Итак, давайте поговорим об этом более подробно. Во-первых, у нас есть мультитач-экран. Во-вторых, мини-теоризация, которой никогда у нас еще не было. В-третьих, большое количество специально изготовленных кремниевых чипов. Поразительное управление питанием. OS 10 в мобильном устройстве. Минимальный вес, безупречный дизайн корпуса. Три современных датчика. Приложения настольного класса. И, конечно же, iPod с поддержкой широкоэкранного видео. В течение последних нескольких лет мы изобретали как сумасшедшие. И мы зарегистрировали более 200 патентов на изобретения, связанные с iPhone. И мы собираемся их защищать. Итак, как я уже сказал, здесь было использовано большое количество современных технологий, которые можно увидеть почти в каждой детали этого устройства. Итак, iPhone – это как будто вся жизнь находится у вас в кармане. Это универсальное цифровое устройство. Итак, сколько же мы за все это просим? Ну, а сколько обычно стоят такие вещи? Например, самый популярный iPod Nano с 4 гигабайтами стоит 199 долларов. А сколько стоят смартфоны? Нам обещают, что мы получаем телефон с некоторыми интернет-возможностями, которые, конечно, очень сомнительные. И в среднем они стоят 299 долларов. Некоторые стоят 199, вчера компания Palm представила смартфон за 399 долларов, но в среднем они продаются за 299 долларов, плюс двухлетний контракт. Ну и, конечно, эти смартфоны могут проигрывать музыку, но никто их не использует как плееры, поэтому, в конце концов, люди приобретают iPod вместе с таким телефоном. Мы знаем это, мы продаем iPod. И, в конце концов, вся эта комбинация обходится людям в 499 долларов. И сколько же мы берем за iPhone? А ведь в iPhone еще много чего есть. У него есть видео, причем настоящее видео. у него есть шикарный широкоэкранный дисплей, у него есть пользовательский интерфейс мультитач, у него есть Wi-Fi, у него есть настоящий браузер, у него есть почта в формате HTML, у него есть коверфлоу и многое другое. И все это должно стоить сотни долларов. Итак, насколько цена iPhone'а должна превышать 499 долларов? Мы очень долго и мучительно об этом думали, потому что iPhone так много всего умеет. Он так здорово справляется со звонками, с управлением контактами, предлагает визуальную голосовую почту с произвольным доступом к сообщениям, возможности текстовой переписки, электронной почты, настоящий браузер, Google Maps, поразительный iPod, CoverFlow, видео и так далее. Так сколько же мы за него будем брать? Итак, за модель с 4 гигабайтами мы будем брать именно эти 499 долларов. И никаких доплат 499 долларов. А также мы будем продавать 8 гигабайтную модель по цене 599 долларов. Таким образом цена начинается с 499 долларов. Итак, когда же он поступит в продажу? Поставки начнутся в июне. Да, да, в июне. Мы показываем его сегодня, потому что перед началом продаж необходимо получить одобрение в FCC. Этот процесс занимает несколько месяцев. И мы решили, что лучше уж мы его вам представим, чем это сделает FCC. Поэтому все так и происходит. Поставки начнутся в июне в США. Я надеюсь, что в Европу iPhone начнет поставляться к 4-му календарному кварталу этого года, а в Азию в 2008 году. И так через несколько месяцев начнутся поставки в США. И когда это начнется, нашим партнером будет оператор Singular. Мы выбрали этого оператора, потому что это самая лучшая и самая популярная сеть в нашей стране. 58 миллионов абонентов. Это оператор номер один. И они станут нашим эксклюзивным партнером в США. И наше партнерство будет уникальным, потому что мы собираемся не только продавать товары и услуги вместе. Мы также будем осуществлять инновации вместе. Мы работали с Singular, создавая визуальную голосовую почту, потому что это такой тип инновации, который требует инновации как в телефоне, так и в самой сети. Это невозможно делать по отдельности. Это нужно делать комплексно. И визуальная голосовая почта это первый плод такого сотрудничества. И вы увидите еще больше. И когда в июне начнутся поставки айфона, они будут продаваться как в магазинах Apple, так и в магазинах Singular. И с большим удовольствием поздравляю вам исполнительного директора компании Singular Стэна Сигмана. Поздравляю, мой друг. Спасибо. Добро пожаловать, Стэн. Спасибо тебе. Знаете, мы с Стивом познакомились около двух лет назад в Нью-Йорке, когда он впервые рассказал мне о том, как он видит этот свой новый продукт. В течение некоторого времени мы работали над этим и в конце концов подписали контрактное соглашение. При этом никакого телефона мы даже и не видели. И это связано с моим доверием не только к Стиву, но и к руководящему составу компании Apple и их способности реализовать свои подумки. И каждый раз, когда я вижу их новые продукты, я могу сказать только «Ух ты, это же просто невероятно круто». И вы всегда превосходили мои ожидания. И для Сингулар это очень большая честь быть сегодня партнером Apple. И сегодня я привел с собой еще одну компанию, чтобы отмечить это событие. Это довольно-таки крупная компания. это новый оператор AT&T. 11 дней назад компания Сингулар стала полноценным членом нового семейства под названием AT&T. И это новое семейство поможет нам реализовать те задумки, которые мы связываем с новыми технологиями в области беспроводной связи, широкополосного интернета, а также видео. Все это объединено в новом устройстве, которого вы раньше даже представить не могли. И сегодня Сингулар и Apple поднимать планку до новых высот. Сегодня мы объявляем о сотрудничестве, которое позволит перенести использование мобильного телефона на совершенно новый уровень посредством объединения в единое целое лучшей сети и лучшего устройства. Сеть является основой той деятельности, которую осуществляют Сингулар и AT&T. Сегодня Сингулар может похвастаться крупнейшей цифровой сетью для передачи данных и голоса в Америке. Сеть Сингулар является самой надежной в этой стране. А AT&T является крупнейшим поставщиком услуг в области широкополосного интернета на этом рынке. В области сетевых технологий AT&T является одним из крупнейших инноваторов. Он славится своим легендарным высоким качеством. Если объединить те сетевые технологии, которые предлагают Сингулар и AT&T вместе с продуктом Apple, что мы получим? Во-первых, вы получите самое высокое качество голосовой связи и передачи данных, а также лучший пользовательский интерфейс, доступный где-либо. Во-вторых, вы получаете по-настоящему уникальные товары и услуги. Например, это визуальная голосовая почта, которую упомянул Стив, которая позволяет вам получать доступ к тем голосовым сообщениям, которые вы хотите услышать, и когда вы хотите их услышать. Как уже сказал Стив, для создания визуальной голосовой почты потребовались инновации как со стороны Сингулар в области сети, так и со стороны Apple в разработке самого устройства. Я обещаю, в будущем вы увидите еще больше. В-третьих, если вы объедините 2100 розничных магазинов Сингулар и лучший в США интернет-магазин с магазинами Apple Store, которые уже стали легендарными, и онлайн-магазином Apple, то мы получаем огромные возможности в области дистрибьюции. И нам действительно очень приятно сотрудничать с Apple, создавая один из самых долгожданных и самых лучших коммуникационных продуктов в истории. Это iPhone, который показал вам Стив. В лице iPhone вы получаете инновационное коммуникационное устройство, и мы будем тесно сотрудничать со Стивом и с его командой, чтобы обеспечивать максимальную интеграцию между iPhone и нашей сетью. И это только начало. Мы только представляем вам новый продукт. И мы меняем то, как компании работают вместе. Apple и Singular обладают многолетним эксклюзивным партнерством. Новый iPhone будет доступен только в сетях оператора Singular. И это нестандартное соглашение между двумя компаниями. Наши отношения поистине уникальны. Они позволяют Apple оставаться Apple, а Singular оставаться Singular. Apple разработала устройство, которое включает в себя телефон, iPod и лучшее мобильное интернет-устройство в истории. Владельцы iPhone станут клиентами Singular и AT&T. И они получат возможность воспользоваться самыми лучшими коммуникационными услугами. Люди выиграют, имея дело с компаниями, которые они давно знают и которым они доверяют, а также воспользовавшись их предложениями. Apple, Singular и AT&T проделали долгий путь развития, и вот их дороги пересеклись. Чуть более шести лет назад компания AT&T и Bell объединились, чтобы создать Singular. Спустя 11 лет Singular присоединилась к новой сети AT&T. И сегодня Singular и AT&T работают вместе, чтобы предлагать нашим клиентам самые инновационные и надежные услуги во всей отрасли. надеюсь, что у вас не меньше, чем нас впечатлило то, что вы сегодня увидели, и я думаю, что это будет просто потрясающе. Спасибо большое, Стив, и поздравляю тебя. Спасибо. Спасибо тебе. Как сказал Стэн, мы начали работать вместе около двух лет назад. Мы пришли из совершенно разных миров. Они из телекоммуникации, мы из компьютерной индустрии и музыкальной индустрии с iPod. И мы сработали с ними просто прекрасно. Нам очень понравились эти ребята. Я думаю, что в ближайшие годы мы представим еще много чего интересного. Итак, давайте взглянем на этот рынок. Насколько он велик? Пульт не работает. А вот, может быть, этот будет работать. Итак, насколько же велик этот рынок? Давайте посмотрим. пульт не работает. Придется мне уползти за кулисы. Знаете, когда я учился в колледже? Стив Возняк и я, но большую частью Стив, сделали такое устройство, которое называется телеглушилка. И оно позволяло вносить помехи в телевизионные сигналы. Воз носил его в своем кармане, и мы ходили во всякие общаги, чтобы смотреть телевизор, и там толпы ребят смотрели какой-нибудь стартрек. Он вносил помехи, и кто-нибудь шел настроить телевизор, и как только он поднимал ногу, Воз снова включал канал. Он ставит ногу на пол, и снова появляются помехи. Минут через пять парень стоял уже в такой позе, и так он стоял всю серию стартрека. Итак, я надеюсь, что сейчас уже все заработало. Итак, игровые приставки. В 2006 году было продано 26 миллионов игровых приставок по всему миру, и это меньше, чем вы думаете. Все-таки это не такой большой рынок. Цифровые камеры были проданы в количестве 94 миллионов штук, MP3 плееры 145 миллионов штук, и персональные компьютеры около 209 миллионов штук. Мобильных телефонов в прошлом году было продано около 1 миллиарда по всему миру. Что же это говорит нам? Это говорит нам то, что рыночная доля в 1% равняется 10 миллионам устройств. И это гигантский рынок. Если ты имеешь хотя бы 1% на рынке, это означает, что ты продал 10 миллионов телефонов. что мы попытаемся сделать в 2008 году, в наш первый полный год на рынке, заполучить 1% на рынке. На этом рынке очень высокая конкуренция. Здесь присутствует множество игроков. Я думаю, что у нас есть лучший продукт в мире, и мы будем его продвигать. Мы рассчитываем получить 1% долю в 2008 году и продать 10 миллионов устройств. Итак, сегодня к Маку и Айподу мы добавили сначала Apple TV, а теперь и iPhone. Вы знаете, из всех этих устройств только Мак является компьютером. Правильно? Мы об этом думали и решили. Наше название должно отражать эти изменения. Из сегодняшнего дня мы отказываемся от слова компьютер в нашем названии, и теперь мы именуемся Apple Incorporated. Теперь наше название отражает наш ассортимент продукции. Знаете, я этой ночи вообще не спал. Я очень волновался из-за сегодняшнего дня. Знаете, нам так повезло, потому что мы подарили миру такие революционные продукты. Мак в 1984 году, компьютер, который вы никогда не позабудете. Вряд ли и остальной мир о нем забудет. iPod в 2001 изменил все, что связано с музыкой. И то же самое мы сотворим с помощью iPhone в 2007 году. И мы очень воодушевлены. Знаете, есть одна фраза Уэйна Грески, которая мне очень нравится. Я еду туда, где сейчас будет шайба, а не туда, где она только что была. И мы в Apple всегда старались делать так же. Со своих самых ранних лет. И мы всегда будем так делать. так что спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. субтитры